Hello, my dear friends! В самом начале изучения английского языка мы зачастую проводим параллель с русским. Из-за этого делаем много типичных ошибок. В этом видео мы разберем топ ошибок, которые выдают нас новичка в английском языке. Пока мы не начали, не забудьте подписаться на наш канал и поддержите нас лайком, чтобы такой крутой контент увидели и остальные. Пишите в комментариях ошибки, которые вы чаще всего совершаете. Мы составим список из самых популярных и сделаем вторую серию. Меня зовут Юля, и вы смотрите канал Puzzle English. Нет проблем. По-английски скажем как no problem в единственном числе, а не no problems. А так хотелось, правда? Следующая типичная ошибка. Если переводить дословно вопрос Как ты думаешь? Получится Но это неправильно. Правильно Это нужно запомнить. Как сказать по-английски Напиши или объясни мне? Обязательно с предлогом to, иначе write or explain me в английском будет звучать как напиши или объясни меня. Очень странно звучит, совсем не то, что нам нужно. В английском мы не можем просто сказать like и when без дополнения it. That's good, man. I like it when you yell. I like it when you yell. Я люблю, когда вы кричите. I like when не используем. Если вы хотите начать учить английский, приглашаю вас присоединиться к Puzzle English. Прямо сейчас спускайтесь в описание и проходите тест на знание английского языка. А мы идем дальше. В русском языке на вопрос Как дела? Мы часто отвечаем Нормально. А как это сказать по-английски? Normal? Нет, все проще. I'm okay. Звони в полицию. Нужен ли предлог в английском языке? Call the police. С глаголом call предлоги не употребляются. Никаких call to the police. Убедимся на примере. В русском мы часто говорим Я думаю, да. I think so. Никаких I think yes. Соответственно, я думаю, нет будет I don't think so, а не I think no. У меня сегодня день рождения. Часто начинающие переводят эту фразу через глагол иметь. Have. I have birthday today. Это неправильно. Давайте запомним эту фразу. Завершаем топ ошибок фразой. He said me that. В английском языке say всегда используется без дополнения. Если хотим уточнить, что кому было сказано, используем tell. Кстати, в разговорной речи в таких конструкциях that опускается. Вот мы и разобрались с основными ошибками начинающих. Если вам это видео оказалось полезным, поставьте лайк. На нашем втором канале собраны и другие видео по грамматике английского языка. Ссылку оставлю вот тут. Учи английский с удовольствием. И совершенствуй знания вместе с нами. Меня зовут Юля. И это канал Puzzle English. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok